Издательство Эксмо представляет. Четан Паркин и Карла Иствуд. Книга судеб в дизайне человека. Открой ту жизнь, ради которой был создан. Каждый человек приходит в этот мир с особой судьбой. Он должен что-то исполнить, передать какое-то послание. Должен завершить какую-то работу. Вы здесь не случайно. Вы для чего-то сюда пришли. Перед вами стоит какая-то цель. Единое целое намеревается сделать что-то через вас. Ошо. Предисловие. В каждой великой истории есть своя основная тема, проходящая через нее красной нитью. Мы знаем об этом по книгам, которые читаем, фильмам, которые смотрим, и по байкам, что травят походники у костра. И у наших жизней, у человеческих судеб, события которых происходят перед нашими глазами в реальном времени, тоже есть своя основная тема, которая определяет и нас самих, и тот опыт, что мы получаем в жизни. Это та жизнь, которую нам суждено прожить. Уильям Дженнингс Брайан сказал, «Судьба – это не случай, но выбор. Ее не нужно ждать, ее нужно добиваться. Однако в решающую минуту сделать хороший выбор можно лишь в том случае, если знаешь, что идешь в правильном направлении. Понять, по верному ли пути вы идете, и поможет книга судеб». Как вы узнаете из этого путеводителя, существует 192 возможных инкарнации, жизненных темы, которые определяют человека. Тема человека с самого рождения тесно переплетается с его характером, определяет его предназначение. Узнав свою тему, мы можем начинать путь самопознания, чтобы понять, как лучше всего использовать свои возможности и реализовать свое предназначение на Земле. Историям и людям необходим смысл. И все же в жизни каждого из нас возникает момент, когда он сталкивается с вечными вопросами. «Кто я? Зачем я здесь?» И я тоже задавался ими, безоговорочно верив в то, что у каждого в жизни есть цель, и каждому дано раскрыть свой потенциал. Находясь в поисках истины и прилежно изучая человеческую природу, я не так уж часто удивлялся открытию новых смыслов своей жизни. Но затем я познакомился с трудами Четана Паркина, и рад представить вам книгу, которая подробно описывает все 192 темы жизни. В ней Четан поведает каждому его нерассказанную внутреннюю историю. Раз найденная, тема жизни поведет нашу душу к той встрече, которую нам предназначено исполнить. В 2014 году мне повезло провести три чтения с Четаном. Они изменили мою жизнь. И моя тема жизни, которую определил Четан, тема влияния, идеально меня описывает. Моя тема стала объяснением многому, чего я прежде не понимал в своей жизни, и удивительным образом отразила мои духовные искания, мою основную жизненную цель. Поразительнее всего то, что Четан ничего не мог знать о моих самых сокровенных тайнах. Но тем не менее, он открыл мне глаза на многие доселе неизвестные грани моей натуры, зная лишь дату, время и место моего рождения. Именно эта информация поможет каждому из нас найти наши темы жизней, что собраны и описаны в этой познавательной аудиокниге. Если вы слушали предыдущую аудиокнигу Четана «Дизайн человека. Откройте человека, которым вы были рождены», то уже знакомы с этим ощущением озарения, которое освещает самые потаенные уголки нашего «Я». Четан словно бы разворачивает перед нами магический свиток с нашим дизайном, что записан туда в момент нашего рождения. Мне выпала возможность делиться с людьми по всему миру своими работами и учением на страницах серии «Куриный бульон для души», тираж которой на разных языках составил более 500 миллионов экземпляров, а затем книги «Правила успеха». Я посвятил свою жизнь обучению людей тем принципам, стратегиям и навыкам, которые описаны в этих книгах. Я показываю людям, что каждый может по-настоящему раскрыть свой потенциал, достичь счастья и добиться успеха. У нас с Четаном одна цель. Ведь очевидно, что ключ к успеху и самореализации – понимание своего предназначения в жизни, своей миссии и сущности. В этой аудиокниге вы обязательно узнаете себя. Найдя свою тему, вы поймете то, что раньше ускользало от вас. Падет покров еще над одной тайной бытия. Те из вас, кто знает меня и знаком с моими работами, могут согласиться с тем, что пишет Четан о моей теме жизни. Ваши желания могут стать испытанием для вашего стремления внести свой вклад в развитие человечества или упрочить его. Вы – светоч, вы любите обращать внимание людей на животрепещущие идеалы и жизненные ценности. Вы получаете удовольствие, делясь с окружающими пламенем своего восторга. Вы несете всему миру доверие, процветание, созидание и множество других благ. Да, похоже на меня. Моя работа с Четаном – это кардинально новый куриный бульон для души. Мне доступно и подробно объяснили мое жизненное предназначение. И я пришел к выводу, что моя душа сама написала для меня мой жизненный путь еще до рождения. Как ведущий тренингов успеха и ментор, я обожаю вдохновлять людей, объяснять им, как найти верный путь. Четан, как мастер системы дизайна человека, обладает даром вести людей к осознанию скрытой в них истины и учит доверять своему жизненному предназначению. Я не нахожу слов, которые могли бы в достаточной мере описать его работу, в том числе и составление им этого невероятного путеводителя по внутреннему миру человека. Однако тема жизни – это лишь первый шаг на нашем пути. Узнав темы своих близких и прочитав о них, мы сможем лучше понять своих любимых людей и принять их такими, какие они есть. Приняв близких и чувствуя, что они понимают и принимают нас, мы установим с ними еще более прочную, чем прежде, связь и выйдем на новый уровень самореализации. А знание тем жизни наших родных и партнеров по бизнесу не только поможет упрочить отношения с этими людьми, но и будет способствовать нашему успеху. Начало мудрости – познание самого себя. Эти слова приписывают великому философу Аристотелю. Вы, слушая эту аудиокнигу, делаете шаг на пути к лучшему пониманию себя и к мудрости. Я рад приветствовать вас на этом пути и желаю вам успехов. А теперь предлагаю вам познакомиться с лучшей из когда-либо рассказанных историй. Историей вашей жизни. Джек Кенфилд. Писатель, мотивационный спикер, автор серии книг «Куриный бульон для души». Предисловие к российскому изданию. Кто из нас не задумывался о своем предназначении? Из-за этого поиска мы пускаемся во всякого рода авантюры, бесконечно раскидываем карты, отправляемся в путешествия, расспрашиваем предсказателей. И все потому, что ищем тот путь, который даст ответ на вопрос, зачем мы пришли на этот свет, с какой миссией. Ответ есть, и он лежит ближе, чем вы думаете. Четан Паркин писал книгу «Судеб» около 20 лет. Это была его миссия, его судьба – распространить знания дизайна человека по всему миру. Три его книги – «Дизайн человека», «Книга перемен» и «Книга судеб» уже стали бестселлерами во многих странах. А все потому, что мир просыпается от спячки. Мы чувствуем, что жизнь – это намного больше, чем то, что мы о ней знаем. Человек хочет идти по своему пути, и он понимает, что его путь может быть не похож на все остальные. Мое знакомство с Четаном произошло при интересных обстоятельствах, благодаря которым мы говорим, что ничто не случайно – это судьба. Благодаря этому факту и всем вытекающим из него событиям вы слушаете эту аудиокнигу. Я оказалась в Пуне, на международном медитационном курорте Оша, и на тот момент играла с системой дизайна человека уже несколько лет. В моем компьютере была электронная версия книги Четана Паркина «Дизайн человека», и я восторженно рассказывала о ней и об этой феноменальной системе всем, кто хотел о ней слышать. Но только тогда, находясь в Пуне, я заметила, что эта книга была посвящена Ошо. Правду говорят, все происходит тогда, когда мы готовы увидеть то, что и так было доступно. Мое письмо Четану, который, как выяснилось, прожил с Ошо 11 лет, стало началом удивительной одиссеи, которая продолжается до сих пор. Благодаря этому письму в России выходит уже третья книга Четана, и не имеет значения, знакомы ли вы с системой дизайна человека или нет, вы всегда сможете получить пользу от этой книги. Самое главное, слушайте ее с самого начала. Она предоставит вам все нужные инструкции и расскажет тему вашей жизни. И если вы не знакомы со своим дизайном, после погружения в книгу судеб вам очень захочется это сделать. По моей карте я родилась с личной темой жизни трансформация будущего, инкарнационный крест спящего Феникса. Люди, которые пришли в этом инкарнационном кресте, родились раньше своего времени. В феврале 2027 года человечество из креста планирования вступает в крест спящего Феникса. Это эра трансформации, пробуждения, индивидуальности и в то же время общности между индивидуалами. Феникс спал много столетий, и он уже пробуждается. Познакомившись с книгой судеб, вы можете узнать, что уготовано вам в этой инкарнации. Не имеет значения, верите вы в это или нет. Ваш внутренний гуру знает все, что нужно делать. Надо просто сонастроиться с ним. Правда найдет отклик в вашем сердце. Позвольте ей это сделать. Книга судеб – это ответы на ваши вопросы. Да, безусловно, они рождают новые вопросы, и так будет происходить до тех пор, пока мы живем на этой планете. Новые ответы рождают новые вопросы, и таким образом мы идем по спирали вертикально, повышая осознанность, вибрации, трансформируясь и меняя жизни всех, с кем нам приходится сталкиваться. Эта книга рассчитана на вдумчивого слушателя, который будет терпеливо раскрывать слой за слоем ту информацию, которая заключена в ней. Мы всегда знали, что пришли в эту жизнь по какой-то определенной причине, которая красной нитью проходит через всю нашу судьбу. Мы всегда чувствовали, что жизнь – это нечто большее, чем родился, жил, умер. Мы всегда знали, что способны на многое, и что в наших жилах течет не только кровь наших предков, но и кровь всего человечества. И сейчас, когда мир переживает большую трансформацию и привычные вещи уступают место метаморфозам, эта книга поможет вам найти свой путь, несмотря ни на что. Когда Четтан предложил мне пройти у него обучение на специалиста по дизайну человека, я сразу же согласилась. Потому что был отклик, потому что на тот момент я уже старалась жить по своему дизайну и чувствовала, когда иду по собственному пути, а когда с него сворачиваю. Четтан увидел это раньше меня и терпеливо ждал, пока я, наконец, сдамся своей судьбе. А вы готовы сдаться своей? Вы готовы узнать о своей судьбе и окунуться в тему своей жизни, чтобы получить фотографию своего жизненного пути? Я желаю вам пройти его наилучшим для вас образом и открыться той информацией, которая и так была вам знакома. Осталось только вспомнить то, что ваша душа всегда знала. И самое интересное, вы сможете узнать не только о своем предназначении, но и предназначении своих близких, родных, друзей, коллег, всех, чья жизнь и судьба касаются вас хотя бы каким-либо образом. А сейчас информация для тех, кто решит окунуться в тему жизни, еще глубже. Вы сможете узнать не только о своем предназначении, не только о судьбе своих близких, но еще и о теме жизни определенного события, которое у вас уже произошло или произойдет в определенное время в будущем. С любовью, Мария Маршинкулова, Амара, ученица Четана Паркина, автор книги «Дизайн безоблачной жизни». Пролог В 1979 году в Мумбаи в возрасте 27 лет мне довелось встретиться с Чтецом Теней, Чая Шастре. Я переживал кризис. Все мои прошлые достижения казались мне бессмысленными. Добрый мудрец рассказал мне о моей жизни, о прошлом, настоящем и будущем. И его слова отдались в моей душе с невероятной силой, изменив меня навсегда. Прежде я работал инженером-механиком. Мудрец же сказал, что мне предстоит стать его преемником. Я буду рассказывать людям об их жизнях, которые они забыли. Он сказал, что в моей жизни появится новая система. Я буду писать книги о ней и представлю ее всему миру, тем самым изменяя жизни других людей. Через неделю после этого предсказания по тени я познакомился с хиромантией. Этой науке меня обучил один опытный индиец. Коротко объяснив мне значение всех линий на руках, он заявил, а теперь тренируйся. Так я начал делать предсказания. В последующие годы я исследовал все учения, с которыми сталкивался, и везде искал систему, которая, как предсказал мудрец, должна была войти в мою жизнь. Я нашел ее в 1993 году, и ею оказался дизайн человека. Однако свою первую книгу «Дизайн человека. Откройте человека, которым вы были рождены» мне удалось опубликовать только в 2009 году, ровно через 30 лет после того, как я услышал предсказания. Через пару лет была написана и вторая книга «Книга линий» и «Дзин. Китайская книга перемен. Глазами человека 21 века». А теперь выходит третья «Книга судеб». Описания 192 тем жизни, представленных в этой книге, были написаны и переписаны за 20 лет множество раз. Помогала мне спутница моей жизни и мой соавтор Карла Иствуд. Текст этой книги создавался и улучшался при помощи тысяч личных и групповых предсказаний, непрерывного изучения предмета, периода в глубокой медитации и мгновении, когда нас посещали чистые озарения. Я рекомендую знакомиться с вашей темой жизни постепенно, по глотку, как пьют хорошее вино, которое настаивалось на протяжении многих лет. Вы здесь не случайно. Вселенная не ошибается в темах. И пусть ваша тема жизни ведет вас по предначертанному пути. Четтон Паркин. Когда мне было 19, и я пережила выкидыш, у меня появилось непреодолимое желание найти смысл своей жизни. Одним летним вечером, стоя на вершине утеса, из открытого окна ближайшего дома, я услышала песню Джорджа Харрисона «My Sweet Lord» «Мой дорогой Господь». Я ощутила покой в душе и начала молиться. Чудесным образом моя молитва была услышана. Я пережила духовное пробуждение в сердце Бога, где пребывала три дня в состоянии невыразимой безмятежности. Полное желание обучить других по знанию собственной души, я начала изучать мировые религии и древние учения. Открыв для себя астрологию, я поразилась точности этой науки. После многих лет обучения я стала профессиональным астрологом-консультантом, колумнистом и учителем. Опираясь на эти знания, а также на консультативную психологию, я открыла собственную практику. Я обожала свою работу и постоянно совершенствовалась в профессии, чувствуя, что мне предстоит еще отыскать нечто, что поможет в работе с клиентами. Просто пока я еще не нашла свою идеальную методику. В 1998 году мне рассказали о дизайне человека, и я поняла, это именно то, что я искала. Мне было грустно и приятно узнать, как просто устроена эта система. Грустно, потому что понадобилось так много лет, чтобы прийти к этому. И приятно, потому что я нашла ключ к успеху в отношениях с другими людьми. На пути изучения дизайна человека я также встретила будущего друга сердца, Четана, приехав в Сан-Франциско на его лекцию. Будто совершенный на небесах, наш союз стал не только союзом сердец, о котором я так мечтала, но и союзом единомышленников, который существует уже почти 20 лет. За это время мы вместе создали метод, позволяющий просто и понятно донести до читателей идеи дизайна человека. А теперь и 192 темы жизни, которые помогут им прийти к еще большему просветлению и начать жить еще более полной жизнью. Эта книга создана для вас, наши слушатели. И я от всего сердца желаю вам, чтобы вы услышали песнь собственной души, слушая о своей теме жизни. Карла Иствуд Субтитры сделал DimaTorzok